Достигать людей через молитву. Молитва очень важна. Смотрите, ключевой компонент Божьей миссии по поиску и спасению погибающих с помощью рассказа своей истории в рамках Божьей истории — это молитва. Когда вы молитесь, что-то происходит. Я сказал, когда вы молитесь, что-то происходит. Достигать мир для Христа — это духовная работа, которая побуждает нас устанавливать духовную связь, чтобы быть эффективным в этой работе. Молитва — это важная составляющая этой связи. Нам нужно убедиться в том, что у нас есть эта связь. Для того, чтобы жизнь человека изменилась полностью, у него появилось новое сердце, и Бог прославлялся через него, требуется участие Бога. Поэтому нам нужно молиться и быть людьми молитвы. Вы спросите, что такое молитва? Ответ очень прост. Молитва — это отношение, общение с Богом, в котором мы смиряемся, чтобы общаться, поклоняться и искать Божьего лица, зная, что Он слышит нас, любит нас, отвечает нам. Не всегда, правда, так, как нам хочется. А вы понимаете, что если бы Бог ответил на все наши молитвы, то это были бы уже небеса, а мы пока не на небе. Бог желает, чтобы мы молились. Он говорит, не имеется, потому что не просите. Он хочет, чтобы мы просили, молились и ходатайствовали. Молитва может включать в себя исповедание, хвалу, восхищение, прошение, ходатайство и многое другое. Но что касается Божьей миссии, то мы призваны приносить прошение, ходатайствовать и молиться конкретно за какие-то вещи. Нам нужно молиться, если мы хотим достигать людей для Иисуса. Бог говорит, что мы должны молиться для этого. Есть три конкретные вещи, за которые нам нужно молиться. Обязательно запишите их или зайдите в приложение церкви. Итак, вот они, три вещи, о которых Бог сказал нам молиться. Во-первых, молитесь за работников. Нам нужны работники. Если не будет работников, то не будет урожая. В Евангелии от Луки, 10 главе, 2 стихе сказано. Он сказал им, «Жатвы много, а работников мало». Что такое жатва? Жатвы — это люди. Это люди, чья жизнь испорчена, они потеряны и отделены от Бога. Это люди, чьи браки распадаются, которые живут в зависимости, ведут разрушительный образ жизни и находятся за пределами Божьей воли. Иисус говорит, это наш урожай или жатва. Он уже есть. Но вам нужно молиться за работников, потому что без работников урожай не будет собран. Пастор Уоррен у нас фермер. Когда урожай на вашем поле созревал, вы просто сидели дома и говорили, «О, Господь, пусть урожай придет в амбар». И вот вы идете в амбар, а урожай уже там. Нет, урожай не приходит в амбар сам. Его нужно собрать. Вам нужно работать. Тянуть этот урожай. Именно об этом говорил Иисус. Он сказал, урожай уже есть, но мне не хватает людей, которые будут трудиться над ним и принесут урожай домой. Смотрите. Для того, чтобы достигать людей, мы, христиане, должны осознать всю страшную ответственность работы над тем, чтобы призывать людей вернуться к Богу. Об этом в Месте Писания мы говорили на прошлой неделе. На нас лежит страшная ответственность. Страх Божий заключается в понимании того, что у нас есть миссия изменения. В образ Христа это не только изменение жизни или разума, но мы должны перенять Его миссию. Какая у Него миссия? Искать и спасать погибающих. Это и есть Его миссия. Он сказал, вы мои свидетели. Вы мой план от А до Я. Я буду достигать людей именно через вас, но для этого вам нужно усердно трудиться. Мне нужны работники, готовые работать. У нас должно быть желание достигать людей. Все так же, как и с даянием. Даяние должно быть доброхотным, радостным. Достижение людей не должно быть чем-то сложным, а тем, ради чего мы живем. Я думал об этом все время нашего лагеря для отцов и сыновей. Я сидел там и думал. Мы работаем с обществом, с разными проблемами в мире, со всем этим беспорядком. Если у нас нет цели достигать людей, то нет и причины для взаимодействия с людьми. Тогда вы уже живете в уединении, не понимая, в чем смысл. Для меня смысл жизни в том, что я понимаю, что у меня есть миссия и цель. И эта цель больше, чем просто ходить на работу и платить налоги. Цель нашей жизни — достигать людей, но при этом у нас должно быть желание. Куда бы мы ни шли, мы должны думать об этом, чтобы достигать людей. Мы должны открыть свои глаза, чтобы достигать людей. Мы должны понять, что человеку плохо, и пытаться достичь его. Вот для чего мы дышим, живем и делаем все это. У нас должно быть желание. Церковь существует для того, чтобы оснащать людей именно для этого. Мне очень понравился наш опрос ко дню отца. Он должен был помочь. И результаты показали, что огромная проблема — это стресс, с которым сталкиваются мужчины. И мы стали проводить занятия, чтобы помочь людям. А второй проблемой было рассказывать о своей вере. И весь год Бог давал нам послание за посланием о том, что дело не только в нас. И нам надо выйти из четырех стен. Дело не только в построении церкви, но в достижении мира. Аминь. Нужно думать не только о себе, но и о других. Это очень важно для церкви. Она должна оснащать именно для этого. И молитва — это часть работы. Нам нужны работники. Мы должны молиться о том, чтобы глаза людей были открытыми для урожая вокруг. Мы должны молиться о том, чтобы у людей была смелость и сострадание для достижения других. Нам нужно открыть глаза и увидеть урожай. А также нам нужна смелость, чтобы заняться им. Сейчас мы проходим с вами книгу «Неемии». Мне нравится эта книга, потому что там говорится о том, как люди были настроены на работу. Почему они смогли исполнить эту миссию от Бога? Потому что они были прекрасно настроены на работу. Бог ищет церковь, которая не против запачкать свои руки, истечь потом, и все это ради того, чтобы побудить людей вернуться к Богу. Вот чего Он ищет. Он ищет этого в нас с вами. Он хочет, чтобы у нас было сострадание, и мы достигали, а не были такими, как священник и левит, которые прошли мимо погибающего человека. Мы должны быть такими, как Самаринин, который остановился, чтобы помочь. Наши глаза должны быть открыты к окружающим, чтобы мы могли достичь их. Бог не просит вас строить за кого-то. Он просит вас построить вашу часть стены. Он просит вас достигать людей на вашей работе и убедиться в том, что ваша семья знает Иисуса. Друзья, евангелизм — это не выходить за пределы того, чем вы занимаетесь, а присмотреться к тому, где вы уже находитесь. Мы говорили о потерянных людях. Кто из вас знает потерянных людей, не знающих Бога? Конечно, у каждого есть такие. Вот видите, евангелизм повсюду. Он вокруг нас. Бог говорит, мне всего лишь нужны работники. И мы должны молиться о том, чтобы Бог дал нам работников. А второе, о чем нам следует молиться, это о том, чтобы были открыты результативные двери. Молитва дает нам возможность рассказывать свою историю в рамках Божьей истории. Она заставляет людей слышать то, что мы говорим. Наверняка каждый из вас знаком с таким человеком, который не знает Бога. Я не ошибусь, если скажу, что у каждого на работе или дома кто-то есть. Согласны? Ну вот, видите, это прекрасно. Поднимите руки, если в вашей жизни это так. Вы смотрите на такого человека и думаете, что это будет чудо. Любой спасенный человек — это уже чудо. Смотрите, послание к Колосинам, 4 глава, 2 стих. Мы должны посвятить себя молитве. Молясь, бодрствуйте и благодарите Бога. Молитесь и о нас, чтобы Бог открыл двери для нашей вести, чтобы нам и в дальнейшем возвещать тайну Христа, за которую я и нахожусь сейчас в цепях. Когда люди знали меня до Христа, они думали, он никогда не будет служить Богу. Ни за что. Но Бог победил. А знаете почему? Потому что кто-то молился, и дверь открылась для Евангелия. Моя мама молилась. Когда-то мы пели эту песню. Когда мама молилась. Вы пели, да? Когда мама молилась, небеса обратили внимание. Мама – это дверь, которая придала сил молитве. Эта молитва перевернула небо и землю. Она движет рукой Бога. Бог посылает Святого Духа, и Он начинает обличать. И тогда происходят удивительные вещи. Вот почему нам нужно быть конкретными в молитвах за людей. Нам следует называть имена людей. Нам нужно просить Бога двигаться в сердцах тех, кого мы пытаемся достичь, чтобы их сердца и уши были открыты к Евангелию. Нам нужно молиться и просить, и быть конкретными. Это время, чтобы называть имена людей в наших молитвах. Призывайте их имена и наблюдайте за тем, что Бог будет делать. Но что касается молитвы за открытые двери, то я хочу дать вам небольшое примечание. Вернее, большое примечание. Молитесь о том, чтобы Он открыл двери, а не выбил их. Очень часто христиане выбивают двери, они ждут, пока Бог их откроет. Бог сказал мне, «Когда ты выбиваешь дверь, то это надменность, а когда ты ждешь, пока Я открою, а потом входишь, то это смелость». Вы меня услышали? Даже Иисус не выбивал двери. Иисус стучит и ждет, когда мы откроем. Он может пройти сквозь дверь, но не делает этого. Он стучит и ждет, когда мы откроем. Очень часто христианам не хватает мудрости. Помните, Он сказал, что вам нужно быть мудрыми, как змеи, и невинными, как голуби. Когда нам не хватает мудрости, мы пытаемся выбить двери, которые еще не готовы открыться. И мы причиняем больше вреда, чем пользы. Нам нужна мудрость, чтобы молиться и ждать, пока Бог откроет дверь. А затем просто войти, а не ворваться к людям. Мы делаем это, потому что так нам становится легче. Так мы снимаем ответственность с себя и перекладываем на человека, которого мы пытаемся достичь, и на Бога. Когда мы заинтересованы в человеке и в Боге, то говорим по-другому и несем себя по-другому. Я рассказываю вам о том, чему мне самому пришлось учиться. В прошлом у меня было много рвения, но не было чувствительности. Было рвение, но не было здравого смысла при этом. Помню одну ситуацию, в которую мы попали вместе с Синди. Тебе тоже, кстати, тогда недоставало здравого смысла, как и мне. Мы можем сказать на это «Аминь». Она говорит, что она просто была послушной. «Так вот, к нам переехали новые соседи, и я поступил надменно, а не ждал, пока Бог откроет дверь». Надменность против смелости. Я думал, что смелость — это постучать в дверь. Да, можете смеяться. Нет, конечно, это высокомерие. Итак, мы пошли к соседям. Не помню, что именно я говорил, но это было безумие. Этот человек никогда нас раньше не видел. Он открывает дверь вместе с женой и детьми, и я говорю, «Привет, я Марк Стермер. Это моя жена Синди. Мы говорящие на языках и связывающие дьявола-христиане. Мы верим в Библию. Мы верующие в Иисуса Христа». Моя речь была длиннее, конечно. Я думал, что это их впечатлит. Но двери начали закрываться. Мы ваши соседи. О, Боже, нужно усилить охрану. Наверняка именно это они подумали. Так что же произошло? Моя надменность оттолкнула их и на многие годы испортила наши отношения. Но с годами я стал умнее. Затем я сделал что-то немудрое, но об этом не будем. Тогда мой сосед подошел и сказал, «И ты еще называешь себя христианином» и стал удаляться от меня. И я подумал, я все испортил. А знаете, что я понял? Смирение никогда вас не подведет. Я пошел к нему домой и смиренно сказал, «Прости меня, мне очень жаль. Я не всегда поступаю так, как следует, и мне нужно твое прощение». И вдруг я увидел, как стена упала. В тот самый момент я просто действовал в смирении, а не в гордости. Аминь. Через несколько месяцев мне позвонили. «Привет», — сказали мне. «Я собираюсь на турнир по рыбалке». «Хочешь со мной?» «Да, конечно». Раньше мы ничего не делали вместе. Мы сели в лодку и отправились рыбачить. Я стал умнее. В этот раз я не думал, как подловить его на чем-то. Я просто был другом. Знаете, что он сделал через два часа? Он сказал, «Эй, Марк, что? А расскажи мне о своем Боге». Видите, вот о чем я говорю. Другой человек однажды позвонил мне, и ему нужна была моя помощь. Я тогда сказал, «Да, я помогу тебе. Я сделаю все, что в моих силах». Мы поговорили, и затем я сказал, «Но я знаю, что тебе на самом деле нужно». Это займет примерно один час. И мне нужно твое разрешение, чтобы поговорить с тобой всего лишь один час. Хочу сразу сказать, что речь пойдет о Боге и Библии. Это удивительно, правда? Если ты не хочешь, то все в порядке. Я все равно помогу тебе. Но если ты дашь мне этот час, то это действительно поможет тебе. И в ответ тишина. Затем он сказал, «Да, я хочу тебя послушать». Почему? Благодаря смирению Бог смог открыть двери. Бог открывает двери через молитву и смирение. Открытые двери очень важны. Нам нужно перестать выбивать двери и молиться о том, чтобы Бог открывал их. Думаю, если мы будем молиться о том, чтобы Бог открывал двери, то будем удивлены тем, сколько раз Бог будет давать нам такие возможности. И третье, о чем следует молиться, так это о том, как нам говорить и поступать. Говорить и поступать правильно. Послание к Колоссянам очень замечательно повествует об этом. Тут Бог говорит нам быть мудрыми. Вам нужно понять, что эти люди другие, и вы должны быть мудрыми с ними, правильно используя свое время. И ваша речь должна быть подправленной, красивой, вкусной. Умейте каждому дать нужный ответ. Нам нужно искать возможность и пользоваться ею. Хорошо, прочитаем, что же здесь написано. Посвятите себя молитве. Молитесь также за нас, чтобы нам возвещать так, как следует. В общении с неверующими проявляйте мудрость. Когда мы видим возможность, нужно уметь ею воспользоваться, а не испортить ее своими словами. Нам нужно осознавать, эта жизнь, эта душа зависит от меня, и мне нужно сказать и поступить правильно. Нужно постараться и сказать все правильно. Эта душа зависит от меня. Боже, помоги мне. Мы молимся и говорим, Бог, я буду работником. Я вижу нужду. Открой двери для меня. А когда откроешь, то помоги мне говорить правильные слова, чтобы человек принял спасение. Не дай мне упустить эту возможность. Господи, во второй раз такая возможность может и не выпасть. Ищите возможности и используйте их по максимуму. Как-то помню, мы отправились на рыбалку, закинули удочки, я был в восторге. Я пытаюсь научиться ловить большую рыбину. Я смотрю, как это делают по телевизору и пробую сам, а потом понимаю, что это, ну, вообще-то, честно, не мое. Если бы это было мое, то я бы забрасывал удочки с каноэ, и повсюду была бы рыба. Но я не такой. Затем я понял, что мне нравится. Мне нравится ловить с помощью перемета. Вы просто закидываете перемет и возвращаетесь к своим делам. Приходите на следующее утро, и у вас полно рыбы. Вот это моя рыбалка. У нас была рыба на каждом крючке. Вот это да. И вы восхищены и удивлены. А все в лодке думают, он что, с ума сошел? Потому что вы смотрите на них, и говорите им, «Ребята, я король рыбаков, и изображаете из себя настоящего Тарзана». Это было круто. Бог призвал нас быть ловцами людей. Не так ли? Ловцы людей. Нужно учиться пользоваться возможностями. У меня была такая возможность. Мы закинули леску и приплыла огромная рыбина. Это был огромный сом. Аполлусский сом. Вы знаете, о чем я? Аполлусский или Эполлусский, кстати. По-моему, Аполлусский. Короче, большой такой желтый сом. Не помню, как точно его называют. А вы знаете? Что? Наверное, да, так. Но я был в восторге. Боже, вы только посмотрите. Он был огромный. Он весил 20 или 25 килограммов. Я его не поймал. Так пусть будет 25 килограммов. И вот мы его тянем. Давайте сеть. Оставалось еще полметра. Он нас увидел и бац, просто уплыл. Я сказал, «Ребята, он уплыл, он уплыл». И что? Что случилось? Я упустил возможность. Она может появиться снова, а может и не появиться. Я за ним еще вернусь. Когда у вас появляется возможность, нужно воспользоваться ею по полной. Я хочу поделиться своей историей. Покажите первое фото. Да, это фото множества машин. Это фото с церкви в Роусфане. Мы с пасторами молились о том, чтобы Бог дал нам возможность коснуться нашего общества. Мы молились о том, чтобы Бог дал нам идею какого-то мероприятия, где мы могли бы стать благословением для людей, а потом получили возможность говорить к ним. Мы работали над этим. Мы находимся в том месте несколько лет. Бог двигается, люди приходят, и все прекрасно. Интересно наблюдать за тем, что делает Бог. Но в прошлом году Бог показал пастору Грегу, что нужно поговорить с лидерами региона. Там много бедных кварталов, и люди нуждаются в школьных принадлежностях для детей. Это настоящая нужда того города. в прошлом в прошлом году они приготовили 200 рюкзаков, они даже не знали, придет ли кто-нибудь, а пришло 500 человек. Это было в прошлом году. Затем он сказал мне так. Думаю, в этом году мы соберем 500 рюкзаков. Вы понимаете, что нужно много денег, чтобы купить 500 рюкзаков и наполнить их школьными принадлежностями. они сделали это, не знали чего ожидать. Это было в субботу. Они открыли свои двери для людей и посмотрите сколько было машин. Посмотрите сколько пришло народу на это мероприятие. Удивительно, вообще всего, в целом пришло полторы тысячи человек. Дайте-ка пожалуйста следующее фото. Вот. Удивительно, я даже не знал, что в том городе живет столько людей. Там был весь город. Что это было? Возможность. Самая настоящая возможность. Я был так рад. Так радовался. Местная газета выпустила статью о том, что церковь служит обществу. Я был так горд за пастора Грега. Он проделал прекрасную работу, приправив свои слова фасолью. Это оказало огромное влияние на общество. Я так горжусь ими. Его команда проделала прекрасную работу. Они воспользовались этой возможностью. Смотрите, мы должны нести себя так, чтобы это влекло людей к Богу, а не отталкивало от Него. Наша жизнь должна подталкивать людей к Богу, а не отталкивать от Него. Важно, что мы делаем и как мы служим другим. Мы должны молиться и решить, Боже, я буду твоим партнером в этом деле. Господь, открывай для меня двери и давай мне возможности. Помоги мне не упустить эти возможности, когда они у меня появятся. Бог делает сейчас просто удивительные вещи в разных отделах нашего служения. И уже я говорил Богу, помоги мне не испортить то, что ты делаешь. Помоги мне не испортить то, что ты совершаешь на этой земле. Позиция изменилась, потому что изменились условия. Боже, помоги нам быть теми, кто привлекает людей к тебе, а не отталкивает их. Когда священник и левит прошли мимо того умирающего человека, они просто прошли. А что если бы они развернулись и сказали, я иду в церковь проповедовать, хочешь пойти со мной и послушать меня? Вы думаете, он хотел их слушать? Нет. Ему была по-настоящему нужна помощь. Какое замечательное послание для нашей жизни. Друзья, Слово Божие очень важно для того, чтобы мы могли уподобиться образу Христа и поняли, что Бог желает видеть в нашей жизни. Бог ведет нас по пути, по которому нам идти. Поэтому не думайте, что достаточно просто послушать проповедь и сохранить информацию в голове. Применяйте услышанное в каждом дне вашей жизни. Мы надеемся, что это послание благословило вас. Мы хотим пригласить вас не просто смотреть нас по телевидению или интернету, но стать членом поместной церкви. Послушайте, Бог любит вас и мы тоже. Мы хотим, чтобы в вашей жизни было все самое лучшее. Поэтому приходите на наше служение как можно скорее. Мы приглашаем вас стать нашими партнерами в распространении Царства Божьего на земле. Если вы хотите поддержать нас своими финансами, то зайдите на наш веб-сайт или напишите нам. Еще раз спасибо вам за вашу верность и поддержку. Пусть Бог благословит вас! субтитры субтитры